В данном сегменте мы немножко поговорим об объектно-ориентированном программировании. В действительности это очень широкая тема, и для того, чтобы изучить принципы объектно-ориентированного программирования, нужно выделить отдельный курс. Конечно, в рамках одного сегмента мы не сможем поговорить обо всем, мы поговорим пока о наиболее базовых вещах, про которые невозможно не упомянуть. Объектно-ориентированное программирование — это концепция программирования, основанная на понятиях объектов и классов. Мы с вами знаем, чем классы отличаются от объекта, мы знаем, что объект — это экземпляр класса, а класс — это просто описание, и умеем выражать это все в терминах C++. Основные принципы объектно-ориентированного программирования — это инкапсуляция, это то, с чем мы начали непосредственно создание классов, то есть объединение логически связанных данных с методами работы с этими данными. Следующий принцип — это наследование, возможность создавать подклассы, то есть производные классы на основе базовых классов, и связанный с наследованием полиморфизм, то есть возможность работы с подклассами через ссылку на базовый класс, то есть в терминах базового класса. Иногда еще говорят про абстракцию, но это про возможность сокрыть реализацию конкретно класса при помощи модификаторов доступа таким образом, чтобы вызывающий код ничего не знал о реализации и работал только в терминах интерфейсов. Для того, чтобы подробно узнать о том, как правильно проектировать программы, написанные в терминах объектно-ориентированного программирования, наиболее разумно поискать в поисковике по ключевым словам шаблоны проектирования, прочитать соответствующую книжку, которую вы наверняка найдете, и, может быть, прослушать какой-нибудь курс. Мы с вами поговорим только о самых базовых моментах, разберем наиболее частые ошибки, которые случаются, когда люди узнают об объектно-ориентированном программировании. То есть наиболее частый шаблон поведения человека, который узнал об объектно-ориентированном программировании, он сначала все возможное объединяет в объекты, а потом пытается эти объекты связать с отношением наследования. То есть он наследует все от всего. Давайте поймем, когда нужно наследоваться, а когда наследоваться не стоит.